Добрый вечер. Это суть недели. В студии Григорий Тинский. Сегодня в программе. События недели. Выборы в украинский парламент. Что они изменят в российско-украинских отношениях. Тема недели. Новый порядок налогообложения коммерческой и жилой недвижимости. Гость в студии. Кандидат экономических наук. Обладатель международного сертификата на управление недвижимостью Марат Рустемович Ахмеров. А из нашего окна площадь красная. Да, вот из моего видна, из вашего нет. Только улицы немножко. Только улицы немножко. Как быть? У нас в квартире Гасова, у вас вот дровами топите. Расследование недели. Борьбу с коррупцией, оказывается, надо начинать с борцов с коррупцией. Дело адвоката Марата Хафизова, осужденного к шести годам лишения свободы. Бывшего председателя общества по борьбе с коррупцией. Мой гость – следователь по особо важным делам Следственного комитета по Республике Татарстан, капитан юстиции Елена Владимировна Ахмедзянова. Коррупция, говорит, победить невозможно. Ее только можно возглавить. Гость недели. Казань посетил один из ведущих российских экономистов, директор Института экономики Российской Академии Наук, член-корреспондент Академии Наук Руслан Семенович Гринбер. О российской экономике из первых уст вы узнаете, посмотрев его эксклюзивное интервью для программы «Суть недели». Кто знает будущее, тот в сумасшедшем доме должен сидеть. Выборы в Верховную Раду принесли несколько сюрпризов, которые подлежат анализу. Предсказуемая победа партий Порошенко и Яцуника все же не дает им возможности сформировать правительство. Так что им придется искать третьего коалицианта. И это первый сюрприз этих выборов, поскольку самым вероятным участником правящей коалиции является мэр Львова Андрей Садовый. А он вовсе не так прост, как могло бы показаться, исходя из географического положения его города. Представляя Львов, который является центром агрессивного украинского национализма и родину неонацистской партии Свободы, партия Самопомощь Садового вполне приемлема в качестве будущего переговорщика с нами и даже с прошедшей в Раду оппозиционным блоком, который является фактически реинкарнацией партии регионов Януковича. Поэтому мне кажется полезным присмотреться к новой фигуре на украинской шахматной доске более внимательно. Объединение Самопомощь или Самопомощь по-украински – это политическая партия, зарегистрированная 29 декабря 2012 года. Лидер партии – городской голова Львова, 46-летний Андрей Садовый, инженер-электронщик по профессии, бывший глава телерадиокомпании «Люкс». Кстати, он в течение двух лет жил в Москве. Своей идеологией партия считает христианскую мораль и здравый смысл. Политическая группа была зарегистрирована Министерством юстиции 29 декабря 2012 года. А ее название и идеология заимствована в кредитных кооперативах, которые появились в Галиции в начале 20 века. Галиция – это нынешняя территория Западной Украины. Тогда люди объединялись в союзы, чтобы вместе вести хозяйство, бороться с властными запретами. Отсюда и был заимствован лозунг «В единстве сила» и «Принципы существования» – самоорганизация, самодисциплина, самоуправление. Впоследствии этой идеологией прониклись украинские эмигранты в США, которые еще в 1947 году в Нью-Йорке основали подобную организацию. Интересно, что до сих пор в Штатах действуют кредитные союзы с одноименным названием, инициированные теми же выходцами с Украины. По сей день партия помогает жителям отстаивать их права, а также курирует социальные проекты для пенсионеров, продвигает здоровый образ жизни, проводит учебные программы для семьи и молодежи. Ассоциация стала уникальным примером самоорганизации жителей Львова. Андрей Садовый считает, за последние 8 лет полномочия местного самоуправления уменьшили на 60%. Наше государство стало слабее. Политики всегда пытались забрать полномочия у городов и сел. Власть и финансы необходимо передать общинам, и тогда Украина станет сильной. В программе партии определены приоритетные направления развития. Местное самоуправление и административные реформы, обороноспособность страны и экономики, аграрная сфера и развитие села, коммуникационно-информационные технологии, образование и социальная сфера, очищение власти. Чтобы все это реализовать, задача партии – искать молодых честных людей и давать им власть. И тогда они будут много делать для страны, а не забирать все полномочия себе. Лозунг партии прост – возьми и сделай. Нам этого не нужна. Нам нужна единая Украина, где бы поважались права и свободы простых людей. И мы последние 300 лет всегда имели общение с странами Европы. У меня лично нет никаких сомнений, что этот спокойный, рассудительный политик преподнесет еще много сюрпризов и своим коллегам по Верховной Раде. Его приверженность федерализации, мультикультурализации и мультиязыковой политике явно вступает в конфронтацию с нациалистическими устремлениями большинства партий, прошедших Верховную Раду, и дает основания надеяться на явный или неявный альянс с оппозиционным блоком, наследником партии регионов Януковича. Еще одна неожиданность выбора – это провал партии «Свобода». Неонацисты не преодолели 5% барьеру. Конечно, лидер «Свободы» Олег Тегнебук объясняет это происками агентуры Путина на Украине, но на самом деле похоже, что разум постепенно возвращается к украинцам. Киев, видимо, в Бандерштадт, как хотел Тегнебук, переименован все же не будет. И на том спасибо. В будущем, в 2015 году, нас ждет введение единого налога на недвижимость физических лиц, базой для которого станет кадастровая стоимость. Честно говоря, я до сих пор не знаю, сколько на самом деле налог составляет на квартиру, поскольку еще ни разу не приходило. Поэтому, конечно, против повышения. А как будет дальше, ну, там посмотрим. Так как я пенсионер, я налог на квартиру не плачу. Я от него освобождена. Когда увеличивают любой налог, нам не нравится. Отрицательное отношение, конечно. Если они повышают также, даже на продукты, также на налоги, на оплату коммунальных услуг, пусть они повышают тогда и зарплату. Я очень отрицательно к этому отношусь, потому что у меня у самой есть земля, и есть квартира, и, соответственно, я не знаю, как я буду платить, и сколько во что мне это все выделится. В очередной ряд за счет населения правительство пытается вылезти из кризиса финансового. Я поэтому думаю, что налог на недвижимость, ну, во всем мире повышается налог на недвижимость. Это основной капитал, который мы получили в наследство от Советского Союза. Конечно, не здорово, но деваться некуда, надо платить. Имея недвижимость, платить за эту недвижимость, я так думаю. Крайний срок установления налога решено передвинуть до 2020 года, что связано с замечаниями социального характера со стороны администрации президента России. Ранее предполагалось введение этого налога в некоторых регионах уже с 1 января 2014 года, а в остальных субъектов до 2018. В мае 2013 года министр финансов России Силуанов заявил, что законопроекта введения нового налога на недвижимость физлиц, с учетом ее кадастровой стоимости, готов и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Минфин видит в этом налоге большой потенциал для доходов бюджетной системы. По результатам кадастровой оценки было выявлено намного больше объектов недвижимого имущества по сравнению с теми, которые сегодня уплачивают налог на имущество физических лиц. Торговые и административно-деловые центры, офисы, торговые объекты, объекты общепита будут облагаться налогом по ставке 2% от их кадастровой стоимости. По этой ставке будут облагаться объекты стоимостью выше 300 млн. рублей. Причем налоговую ставку для этой категории объектов муниципалитеты изменить не смогут. Льготы для этой категории также не предусмотрены. Прочие объекты будут облагаться налогом по ставке 0,5%. Чтобы избежать резкого увеличения налогов во время переходного периода, муниципалитеты, которые перешли на новый метод расчета, будут использовать временно понижающие коэффициенты. В 2015 году коэффициент будет равен 0,2, в 2016-м 0,4, в 2017-м 0,6, в 2018-м 0,8 и в 2019-м году единица. То есть налог будет исчисляться без учета понижающего коэффициента. Каждый гражданин имеет право обжаловать оценку кадастровой стоимости своей недвижимости. Извинить эту сумму сможет либо комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, либо суд в порядке, который установлен законом об оценочной деятельности в России. Введение нового налога на самом деле может привести к социальному переустройству, масштаб которого предвидеть трудно. Ну или, как обычно, к тому, что никакой налог наши граждане просто платить не будут. Об этом очень существенном для нас всех нововведении мы поговорим с моим гостем, кандидатом экономических наук, обладателем международного сертификата на управление недвижимостью, Муратом Рустамовичем Ахмеровым. Мурат Рустамович, мы накануне принятия Государственным Советом нашей Республики закона об изменении порядка налогообложения объектов коммерческой недвижимости. Объявлено, что отныне оценка БТИ, то есть Бюро технической инвентаризации, больше не является основанием для исчисления налога. Нам сообщили, что налог будет исчисляться по кадастровой стоимости объекта недвижимости. Безразлично, жиловой или коммерческой. Давайте с самого начала начнем с базовых понятий, чтобы нашим зрителям было ясно, что нас всех ждет. Что такое кадастр? Кадастрая стоимость будет приравнена к рыночной, то есть она будет рассчитана исходя из рыночной оценки, то есть на основании текущих цен, действующих на рынке недвижимости, торговой, офисной, складской или иной недвижимости. И она в данном случае будет приравнена к текущей, действующей в настоящий момент. Как правило, оценка рыночной недвижимости происходит тремя методами. Это затратный подход. Затратный подход исчисляется, исходя из тех денежных средств, которые необходимо на строительство данной недвижимости. То есть сколько нужно денег, чтобы построить объект. Сравнительный подход, он сравнивает объект аналоги. То есть вот эта квартира в этом доме, это такая же квартира, например, в соседнем доме, через дорогу, исходя из квадратуры, планировки, года постройки. И доходный подход. Доходный подход, он исходит из того возможного денежного потока, который способен генерировать объект недвижимости. То есть коммерческая недвижимость, например, торговая, офисная, она способна отдавать какой-то денежный поток. Путем сдачи в аренду. Абсолютно верно. Я думаю, что в основном будет использоваться, наверное, доходный подход для коммерческой недвижимости, где максимальная ставка налога, возможно, до 2% для объектов свыше 300 миллионов. Это будет, на самом деле, очень ощутимый удар для девелоперов, потому что когда они создавали какие-то свои бизнес-модели прогнозные, в том числе и расчеты с банком, они не могли знать о том, что 2% они ежегодно должны будут платить государству. То есть они должны либо глубже в себе карман залезть, либо переложить эти 2% на арендатора. Но арендатор, в свою очередь, вкрутит эту стоимость в товар, а товар, соответственно, покупает потребителя. Даже не сомневаюсь. Мы с вами понимаем прекрасно, что рыночная стоимость, вообще понятие чрезвычайно зыбкое. Абстрактное. Абстрактное, совершенно верно. Как с этим-то быть? А у меня конкретная квартира в конкретном доме. С конкретным ремонтом. С конкретным ремонтом. С кухонным гарнитуром, с бытовой техникой. Совершенно верно. И у меня, поскольку она на втором этаже, напор воды хороший, а на 16 этаже слабенький. Как уравнять мою квартиру с хорошим напором воды, условно говоря, или еще с каким-нибудь дополнительным бонусом, с той квартирой, которая может находиться в моем же подъезде, но имеет совершенно другие потребительские качества. А из нашего окна площадь красная. Да, вот из моего видна, из вашего нет. Только улицы немножко. Только улицы немножко. Как быть? У нас в квартире газ, а вы вас дровами топите. Все правильно. Продолжая стихотворение. Да. Недвижимость, она обладает рядом характеристикой присутствующих. Индивидуально. Конечно. Поэтому даже две квартиры в одном доме, их нельзя сравнивать. Потому что одна, как говорите, может быть, смотрит на парт, а другая на завод. У одного там еворемонт, у другого эконом, у одного там в подарок кухонный гарнитур, мебель, у другого. Поэтому это именно индивидуально. Понятно, что если будет массовая оценка, массовая оценка объектов недвижимущества, то понятно, они будут максимально усреднять. И вот это усреднение, они куда-нибудь приводят? Либо в низшую сторону, либо в верхнюю. Соответственно, тут и будет сосуд. Ну, наверное, больше. Но тут, соответственно, люди вынуждены будут либо как там оспаривать в судебном порядке, либо там досудебное урегулирование в кадастровой палате. Думаю, больше всего это коснется именно собственник коммерческой недвижимости. Если говорить о вложениях в недвижимость, то есть какую доходность для себя ищут инвесторы, то для качественной недвижимости она где-то в пределах от 8 до 15%. То есть окупаемость, например, 12% это 6-7 лет доходность. То, соответственно, 2% срезается ежегодно. Это продает срок окупаемости и увеличивает именно затраты. Я думаю, что также, может быть, не такие крупные собственники, не крупные компании девелоперские, они будут какие-то искать пути деления, например, на объекты, например, поэтажно, по помещениям, на разных собственников, будут какие-то применяться схемы по раздроблению. Чтобы уйти от 300 миллионов, да, скажем, не 300 миллионов, а 2 по 150. Что дает уход от цифры в 300 миллионов? Тут получается как, тут же ставка от 0,1 до 2%. Соответственно, это ставка определяет региональный вводитель. Они обещают, что в течение 5 лет они будут плавно повышать, чтобы рынок плавно подвести к этому повышению. Что касается объектов, стоимость меньше 300, то, наверное, тоже будет какая-то определенная стоимость. То есть, может быть, она не 2, а будет 1,5. То есть, пока мы не знаем, как будет облагаться налогом недвижимость стоимостью, коммерческая недвижимость стоимостью ниже 300 миллионов. Надо еще сказать, что вообще в законодательстве отсутствует понятие коммерческой недвижимости. Есть жилые, есть нежилые помещения. То есть, нет такого. Что такое коммерческая недвижимость? Это недвижимость, которая генерирует собственнику денежный доход. Вот квартира, если ты в ней жрешь, она жила недвижимостью. Но если ты ее сдаешь, она становится коммерческой. А если ты в ней офис открыл, она опять же коммерческая. Тут тоже очень важный фактор. Целевое назначение. Да, потому что одно дело торговый центр, офисный центр. А если какая-то компания сама располагается, ведет свою собственную деятельность. Например, та же ваша, уважаемая, телекомпания «Эфир». Да. Рыночный стоимость, там, взыше 300. То получается, вы просто будете платить приличную сумму денег. И на кого вы будете перекладывать? Не извлекая никакого дохода. Не извлекая дохода. Нет, извлекая доход путем своей собственной деятельности. То есть, вы фактически, да, вынуждены будут не переложить на арендатора, а так увеличить цены на свои услуги. Это также все трансформируется на конечного потребителя. Я понимаю, что преследуют пополнение бюджета, ведь именно этот налог, он идет в местные бюджеты. Поэтому, я думаю, это один из основных будет источников пополнения доходов. Будем ждать решения нашего госсовета, именно в каких цифрах будет утверждено это нововведение. Ну и что нас ждет в новом, теперь уже 16-м году, мы узнаем постепенно в течение года 15-го. Спасибо. Спасибо вам. Сейчас небольшой перерыв на рекламу, после которой вы увидите расследование недели о председателе антикоррупционного комитета Республики Татарстан, получившем 6 лет колонии за коррупционную деятельность. И познакомитесь с гостем недели, директором Института экономики Российской Академии наук Русланом Семеновичем Гринбергом. На днях Вахитовский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Марата Хафизова, бывшего председателя антикоррупционного комитета Республики Татарстан. Обвинялся он в мошенничестве. Будучи адвокатом, Хафизов убеждал своих клиентов в якобы имеющихся у него связях в судах. И брал у них деньги, обещая передать их судьям с целью добиться нужного решения. В ходе расследования было установлено, что деньги борец с коррупцией просто присваивал. У меня же есть антикоррупционный комитет, да? У меня есть антирейдерский комитет. Ты весь короче. Да. Коррупция, говорит, победить невозможно, ее только можно возглавить. Всего в обвинительном заключении фигурировала сумма около 26 миллионов рублей. Однако суд счел доказанными только эпизоды на общую сумму в 10 миллионов. И определил подсудимую меру наказания в 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф на сумму 650 тысяч рублей. Это курьезное дело расследовала следователь по особо важным делам Следственного комитета по республике Татарстан капитан юстиции Елена Владимировна Ахмедзянова. Сегодня она гость нашей студии. Елена Владимировна, спасибо вам, во-первых, что выбрали время для того, чтобы пообщаться здесь со мной в студии и рассказать нашим зрителям об одном из, я считаю, самых интересных дел последних месяцев. Это дело Марата Хафизова. Даже в наше необычное время, наполненное самыми различными событиями, в том числе и такими своеобразными, конечно, приговор по делу бывшего руководителя антикоррупционного комитета, пусть он даже и не государственный, пусть это общественная организация, но тем не менее сам факт, что человек, провозгласивший своей целью борьбу с коррупцией, вдруг сам оказался коррупционером по существу. Вот хотелось бы от вас, как от следователя, который расследовал это необычное дело, все-таки услышать, что за человек Марат Хафизов вообще, как вот это стало возможным, очень интересно. Марат Хафизов достаточно молодой, то есть ему нет 40 лет в настоящее время, личность он заканчивал КГУ юрфак, заочно, конечно, сам по себе он очень уверенный, юридически достаточно подкованный, то есть поскольку юрфак закончил, да. Неплохой психолог, поскольку уже в ходе следствия выяснилось, что наши потерпевшие ему доверяли, он ходил к доверию. Машинники, все прекрасные психологи, да. Да, он очень хороший психолог, могу вам сказать. Конечно, первоначально, когда мы его задержали, он, я думаю, что растерялся, не ожидал, может быть, свою вину, не вину, а признал, что он действительно обманул нашего потерпевшего. В последующем он, конечно, все отрицал. Расследование дела, конечно, представляло сложность в том, что он писал многочисленные жалобы, поскольку он юридически подкован. Конечно. Различные ходатайства, мотивированные, немотивированные, то есть на суды города Казани были просто завалены жалобами. А сколько времени, кстати, шло в расследовании? Расследование дела шло около 9 месяцев. Ух ты. Да, то есть он затягивал ознакомление с материалами дела, нам даже пришлось его в судебном порядке ограничивать. Потерпевшие наши по делу были тоже достаточно состоятельные люди, не такие, которые входят в доверие первому. Судя по той сумме, которая ему вменялась. На момент, когда дело направлялось, у него был причин ущерб более 25 миллионов рублей. Соответственно, можно предположить личность Марата Хафизова. А вот какого рода услуги он предлагал в обмен на эти деньги? Он уверял наших потерпевших, что у него имеются многочисленные знакомства в правоохранительных органах, в судебных органах в том числе. И говорил, что он с ними в очень близких, дружеских отношениях, что он уже неоднократно с ними решал какие-то вопросы, и в том числе поможет решить вопрос нашим потерпевшим по делу. И вот эти небедные, состоятельные люди легко расставались с деньгами, передавая их нашему Хафизову. Получается, что да. То есть он делал все, чтобы ввести в заблуждение. Но у вас не появилось ощущение, все-таки вы 9 месяцев общались с Хафизовым и занимались этим делом, что какие-то дела все-таки получились, и скорее всего там заявление не последовало. Если какие-то дела получились, то они не у нас. То есть он вообще создавал впечатление такого состоятельного человека, у которого много связей и так далее, очень делового. Кто же нищему даст 10 миллионов? Ну конечно. Понятно. Достаточно деловой, как бы и в разговорах видно было. И вот получилось так, что часть обвинения была исключена из приговора. Да, я понял. Да, получилось, что часть 4 из эпизода. По 4 эпизодам суд все недоказанным, и его оправдали по 4 эпизодам. В чем недоказанность этих эпизодов? По мнению суда, естественно. Да, по мнению суда, что эти денежные средства якобы, Хафизов как пояснил на том же суде, что он получил у них в долг и собирался отдать. То есть сам факт передачи денежных средств не вызвался? Нет, сомнений не вызвал, то есть деньги были переданы. Ага, просто истолкованно это было иначе. Да, то есть суд почему-то... И потерпевшие, соответственно, так же себя повели? Нет, но потерпевшие объясняли, для чего они дали деньги. Ах, вот так. Либо для кого, через Марата Хафизова. А Хафизов объяснил, что он брал эти деньги. А Хафизов пояснил, что я взял в долг, но почему-то до настоящего времени. А в результате у нас суждено около 10 миллионов ему только по 10 миллионов. Приличная сумма, прямо скажем. Ну, получается 30% от того, что ему было, менялось. Приличная. Ну да. Сумма неплохая, но хотелось бы. И штраф тоже он получил, да? Да, получил штраф в размере 650 тысяч рублей. И 6 лет лишения свободы, если не ошибаюсь, да? В колонии общего режима. А сам Хафизов собирается обжаловать приговор? Я думаю, что он уже тоже обжаловал приговор. Ага, вот так. То есть теперь Верховный суд... Информации у меня нету, потому что я уже... Понятно, да, вы уже отошли от дела. Но интересно будет вернуться к этому делу, когда Верховный суд его рассмотрит. Да, посмотрим, как Верховный суд свое какое решение вынесет. Да, это интересно. Посчитает приговор законом или все-таки... Или вернет на новое рассмотрение. Спасибо вам еще раз за то, что выбрали время в своем сложном следственном графике и посвятили его нам и нашим зрителям. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся в этой студии. Может быть, вы сочтете возможным рассказать нам о каких-то интересных делах, которые прошли через ваши нежные женские руки. Спасибо. Спасибо, Илья Владимировна. Спасибо. На минувшей неделе в Казань с лекцией для студентов Казанского университета приезжал один из виднейших экономистов России, директор Института экономики Российской Академии наук, член-корреспондент Академии наук Руслан Семенович Гринберг. Экономика сегодня интересна всем. Нам удалось записать эксклюзивное интервью с Русланом Семеновичем для нашей программы. И мы с гордостью и с удовольствием представляем его сегодня вам. Правда, сегодня мы покажем вам только избранное из этого разговора с видным российским ученым. Но в следующей нашей программе мы сможем показать вам все интервью целиком. Так что пока наслаждайтесь избранным. Тем более они уже имеют деньги, брюшко накопили, первое поколение русских предпринимателей. И что вы думаете, они поездили там, посмотрели Европу, то-все. Хотят закона, хотят правил, хотят независимого суда, честного суда. И его не получают. Ничто не может сопротивляться теории, время которой пришло. Кто знает будущее, тот в сумасшедшем доме должен сидеть. Я вам так сказал. В 17-й год выбрали справедливость. Действительно, мир был беременен, так сказать. Справедливость. Установка на равенство была большая везде. Потому что Карл Маркс, собственно говоря, описал эту анатомию, которая его ужаснула, этот строй, как и всех приличных людей. Ну вот. Но выбрали справедливость без свободы. А вот в 1791 год, вы вспомнили, произошла такая же ошибка. Маятник качнулся в другую сторону. Мы выбрали свободу, которая якобы сама обеспечит справедливость. Мы подумали, что колбаса, особенно 300 сортов, от которых мы обалдели, первый раз на Западе, что она прямо вырастает из свободы. Уровень неопределенности безграничен. Просто безграничен. Поэтому, когда меня спрашивают, например, какой будет курс доллара в декабре, я говорю, пишите. 27 декабря, 15 часов, 30 минут. Курс доллара будет 46 рублей, 44 копейки. Правда? Правда. Вот, пожалуй, и все, что мы подготовили для вас на этой неделе. Надеюсь, вам было интересно. Удачи вам. И до встречи в следующую субботу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!